Здравствуйте! Пришло время русского мира. Об интересных событиях этой недели в России и за рубежом расскажу я, Альбика Ильясова, в этом выпуске. Звезда Рождества. Масштабный благотворительный фестиваль объединил духовные, культурные и светские ценности России. В Баку состоялось торжественное открытие Кабинета Русского мира. Новый год тыл приближает победу. В Музее Победы открылась праздничная выставка. А теперь подробнее об этих и других новостях. Первый благотворительный фестиваль «Звезда Рождества» приглашают на разные площадки столицы, чтобы подарить праздничное настроение. Вас ждет рождественская ярмарка, концерты, спектакли и премьера мультфильма, созданного известными мультипликаторами. Погружение в мероприятия фестиваля напомнит каждому слова Иосифа Бродского «В Рождество все немного волхвы». «Звезда Рождества» — это уникальный фестиваль, напоминающий о коренных традициях, связи между поколениями и истинных смыслах великих праздников. Это первое рождественское и святочное событие такого масштаба, объединяющее самые разные формы благотворительности. По словам автора идеи фестиваля, главного редактора портала «Милосердие.ру» Юлии Даниловой, все мы можем принести дары спасителю, подарить их тем, кто нуждается, кому тяжело, кто испытывает страдания. Эти дары могут принести как благотворители, большие, маленькие, средние, так и те, кто причастен к искусству. Мы подхватили идею от православной службы «Милосердие». К нам обратились коллеги и попросили насытить программу фестиваля культурными событиями. Мы с радостью откликнулись, потому что наши ценности совпадают. Также мы приглашаем на рождественскую ярмарку, на лекции о Рождестве, экскурсии. Потом у нас состоится арт-аукцион, премьеры мультфильма, парад вертепных театров. Девиз нашего фестиваля звучит так – согреваем сердца радостью добрых дел. Все вырученные средства будут направлены на поддержку подопечных службы «Милосердие» – одиноких пожилых людей, детей-сирот, одиноких мам в трудной жизненной ситуации, бездомных и беженцев. Штаб был создан еще в марте 2022 года, с первых буквально дней. И за эти 22 месяца ни на один день не закрывался. То есть ни выходных, ни перерывов нет. С 10 до 19, в принципе, максимально уже все об этом знают. Есть федеральная горячая линия «Милосердие» бесплатная по всей стране. То есть любой человек может обратиться на эту линию, его переведут, либо звоночек нам в штаб, либо сразу скажут адрес, куда приехать и получить помощь. За это время к нам обратилось более 50 тысяч человек. Торжественное открытие первого благотворительного фестиваля «Звезда Рождества» состоялось в соборной палате. Епархиальный дом, в котором она находится, был построен в самом начале 20 века, пережил революцию и годы гонений на церковь. Сегодня дома возвращен его первоначальный вид, а соборная палата стала одним из лучших концертных залов Москвы. И я, как сейчас вошел сюда, да уже здесь второй раз в этом храме, вошел сюда, я видел не лица, а лики. Лики – это всегда приятно, это всегда красиво, потому что, сказавший Федор Михайлович Достоевский в свое время, что красота и стыд спасет нашу Россию, я думаю. Вот с таких вот, таких фестивалей возрождается действительно красота. Вот я за красоту. Если ты несешь прекрасное, ты грешишь. Это великий грех. А приводя еще к ушкинскому изречению, как говорят, мне еще не напомнилось, «Блажен, кто посетил все мир в его минуты роковые». Сегодня минуты не простые, минуты роковые. Знаковым событием фестиваля станет премьера мультфильма «Рождественская звезда» на стихи Бориса Пастернака. Именно с него стартует новый проект киностудии «Фома Кино» – «Альманах» под названием «Праздники», где каждый выпуск будет посвящен важным датам православного календаря. За основу для сценариев взяты произведения русских поэтов и писателей – Николая Гумилева, Сергея Городецкого, Марины Цветаевой, Ивана Шмелева и многих других. Евгения Пахурдинова, Равид Гор, специально для программы «Время русского мира». Накануне в Баку в Центре Россиеведения Азербайджанского университета языков состоялось открытие Кабинета русского мира. На мероприятии присутствовали студенты и профессорско-преподавательский состав. В торжественной церемонии приняли участие исполнительный директор фонда «Русский мир» Владимир Кочин и ректор университета, академик Камал Абдулаев. Напомним, Кабинет русского мира – это целевая программа фонда «Русский мир», которая направлена на популяризацию русского языка и культуры, поддержку программ их изучения и расширение культурно-гуманитарного сотрудничества зарубежных стран с Россией. Созданная в 2017 году научно-исследовательская лаборатория «Центр России ведения» на сегодня единственный образовательный центр в Азербайджане, где проводится полноценное изучение России, ее истории, культуры, социального и общественно-политического устройства. Новый год. Тыл приближает победу. Так называется выставочный проект «Музея Победы», подготовленный совместно с Музеем истории шоколада и какао города Москвы. Праздничная выставка с уникальными экспонатами будет работать до 31 января 2024 года. Подробнее в материале моей коллеги Анастасии Голдабиной. В преддверии Нового года, в праздничные выходные и после них, жители и гости столицы могут узнать, как в годы Великой Отечественной войны в нашей стране готовились к главному зимнему празднику. И даже в такое суровое время продолжали верить в чудо. Безусловно, Новый год в годы Великой Отечественной войны отмечали и на фронте, насколько это было возможно, с измеримо с боевой обстановкой на том или ином участке Советско-Германского фронта. Понятное дело, что елочных игрушек у солдат на фронте не было, поэтому их делали из подручных каких-то материалов, будь то патроны, будь то какие-то боеприпасы. Елку, насколько это было возможно, тоже старались найти где-нибудь в ближайшем лесочке, чтобы ее поставить где-нибудь в землянке, чтобы она создавала, насколько это возможно, какое-то новогоднее настроение. В выставку вошли елочные игрушки, украшения и другие новогодние экспонаты из фондов Музея Победы и Музея истории шоколада и какао. История елочных игрушек в СССР начинается с 1935 года. Именно тогда Павел Постышев, советский политический деятель, обратился со страниц газеты «Правда» с призывом организовать для детей новогоднюю елку. Мы очень рады, что осветили вот такие две глобальные темы. Это работа сотрудников тыла в годы Великой Отечественной войны Бабаевской фабрики «Красного Октября». Потому что очень многие ушли на фронт. Многие воевали и писали письма потом своим родственникам и на фабрику. Многие оставались в цехах на своих местах, работали и днем, и ночью, что называется, как писали газеты того времени, «Линия фронта проходит в моем цехе». Это был лозунг сотрудников тыла наших московских кондитерских фабрик. Посетители выставки также увидят игрушки из картона, ваты, стекла и фольги, а еще подлинные новогодние упаковки кондитерских изделий 1930-х и 40-х годов и тематические формы для кондитерского производства 20-го века. Среди экспонатов уникальные новогодние открытки, письма, почтовые карточки и памятные подарки, сделанные своими руками. Музей Победы из фондов выделил несколько десятков уникальных экспонатов. Это елочные игрушки, это новогодние открытки периода 41-45-х годов, которые производились на различного рода фабриках и которые в том числе использовались и в тылу для украшения новогодних деревьев, и по возможности и на фронте. Их также использовали, но, конечно же, в меньшей степени. После выставки юные посетители Музея Победы могут отправить письмо главному московскому Деду Морозу и принять участие в новогоднем историческом квесте «Елка Победы. Звезда Героя». Анастасия Голдабина специально для программы «Время русского мира». В адрес наших бойцов, участников специальной военной операции, вовсю приходят новогодние поздравления из разных уголков земли, как от российских соотечественников, так и от граждан других стран. Подробнее в следующем материале. «С Новым Годом, вас бойцы! Вы большие молодцы!» «Желаем вам победного нового 2024 года!» «Желаем вам крепкого здоровья, удачи в вашем радом труде!» «Форма справедливого мира зависит от результата СВО». «Желаем, мы с вами везде». «Скоро возвращение домой, победа будет за нами!» «Хотя тоже с нашими вооруженными силами борются Мали с международным террористом, с западным террористом». «Вы же прошли большой сложный путь и в Новом Году мы желаем вам новых побед и достижения». «Всем участникам специальной военной операции терпения и выдержки, здоровья и благополучия вашим родным и близким». «Для нас самое главное, я думаю, что и для вас, родина, народ и семья». «Желаю нам всем поднять бокалы за нашу победу в Новом Году». «Всем, кто в госпиталях, всем, кто на фронте, кому выздоровление, кому сил и, главное, солдатского фанта». «Африки здесь вас любят, уважают и поддерживают. От вас зависит будущее России, от вас зависит будущее всего мира». «Желаем вам скорейшего возвращения живыми, целыми и неприкидными своим близким и родным и всем нам». «И новых побед на благо нашего Отечества и нашего народа». «Я, прежде всего, хотел бы пожелать вам в Новом Году, чтобы вас ждали и дождались». «Желаю вам, чтобы все вернулись домой с победой, так мужественно, как и Суворов. С Новым Годом». «И никто не сомневается в ваших победах». «И вы, находясь на передовой, всегда помните, вас ждут дома». «Норд-Аринш-Нор-Авор! С Новым Годом!» На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь в курсе событий и следите за жизнью русского мира вместе с нами. Напоминаем, что мы открыты к сотрудничеству и будем рады вашим материалам с места события. Если в вашей стране, городе проходят интересные мероприятия, связанные с жизнью русского зарубежья, присылайте их по адресу новости.рм.собакаяндекс.ру. Берегите себя, всего доброго и до свидания. Продолжение следует...